Всем привет дорогие друзья! С вами Александр и сегодня я вам расскажу о колясочке, которая максимально меня удивила. Вот давно я так не был удивлен, вот разглядывая, изучая какую-либо модель. Я сначала эту коляску изучил, посмотрел, что она себе представляет, почитал о ней и только потом посмотрел, сколько она стоит. И был максимально приятно удивлен, потому что вы здесь получаете реально очень прикольную колясочку. Ссылка на нее, кстати, внизу в описании на магазин FirstBuggy. И когда я узнал цену, я просто не поверил, потому что за такие очень небольшие деньги вы получаете реально очень качественную прикольную колясочку. Поэтому вот если здесь какой-то минус мы найдем, забейте. Это того не стоит, потому что это вот за такие деньги, это супер вещь. Это коляска от компании RAND. Модель называется Cruis. Два в одном с вами сегодня рассмотрим и обозреваем его сейчас. Цвет непосредственно это Koala Grey, чтобы вы понимали на сайте, когда будете смотреть, что это за цвет. Как по мне, такой универсальный сейчас цвет. Серый любят почему-то всегда, он популярный очень. Поэтому на вторичке потом, кстати, продать будет тоже легко. Так, RAND это Россия. Давайте характеристики в двух словах назову. 11,4 килограмма весит люлька. Как сейчас вот мы видим, 10,8 с прогулочным блоком. Очень неплохие характеристики, кстати, по наклону спинки в прогулке. 110, это вот сидит практически. 170 наклон, это мы увидим чуть позже. Это классно. Ориентировочно до трех лет. Коляска предусмотрена. Ширина колесной базы здесь всего 59 сантиметров. И достаточно приличных размеров люлька. 75 на 33. И она очень глубокая. Напоминаю, технически точные характеристики. Внизу в описании по ссылке пройдите, посмотрите. Вот. Это было вкратце. Теперь давайте посмотрим на люльку. С нее начнем. Вот мы дополнительную секцию уже видим. Открыли. И видите, что получаем? Просто огромный козырек. Очень хороший большой козырек. Кстати, по тканям. Я люблю, уже постоянно это говорю, такие как мешковина ткани. Мне нравятся. Очень уютные, приятные ткани. Вот. И, соответственно, по тканям я не думаю, что у вас будут какие-то претензии. С этим все окей. Козырек. У нас здесь есть транспортировочная ручка, естественно. Козырьке есть еще дополнительный отсек, который можно вот так вот просто загибать и убирать, если это не нужно. Регулируется он без кнопок. Мы просто берем. Вы ничего же не слышали? Здесь просто нет никаких звуков. Вот за эти деньги тишина. В намного более дорогих колясках есть звуки. А здесь вот тишина. Как по мне, просто 100 баллов из 10. Так. Что касается бортика, друзья. Здесь у нас получается бортик сам. Он очень высокий. И плюс мы можем еще дополнительно поднимать. И здесь у нас есть смотровое окошечко за ребенком. Просто огонь. Соответственно, как я люблю. Здесь сама верхняя накидка. Она на замочке. И откидывается. И не падает на пол. Очень качественные здесь внутри материалы. Классный матрасик. Я даже не знаю, к чему придраться. Я все думаю о цене. Да. И не понимаю, как можно за эти деньги сделать так хорошо. Так. И как в очень дорогих колясочках от немецких брендов, есть такая фишечка. Когда ребеночек лежит на животике, можно сделать вот так. Открываем на замочке. Вот эту секцию. Вот так опускаем. И вот посмотрите. Ребеночек может лежа на животе. Как-никак наблюдать. Смотреть вперед. Естественно, через веточку обзор не самый лучший. Но дырку здесь не сделаешь, конечно же, полностью. Поэтому, друзья, вот люлька обалденная. Просто после обзора пройдите, посмотрите цену и поймете. Так. На основании у нас есть четыре ножки. Они высокие. И можем смело опускать на землю и не бояться ее как-то запачкать, повредить. Так. Ставим с вами прогулочный блок. Вот смотрите. В сложенном виде прогулочный блок. Он просто мега компактный. Она, кстати, складывается с прогулкой вместе в обе стороны. Тоже прикольно. Так. Ставим прогулку. Естественно, он реверсивный, повторюсь. Опускаем. Бампер. Бампер в эко-кожи. С нормальной, такой ровненькой. На удивление. Хорошая прострочка. Приятный кожзам. Мягкая. Толстая ручка. Как так вообще? Собственно, вот у нас прогулочный блок. Здесь тоже на козырьке есть дополнительная секция, которую можно открыть. Но я уверен, что вы откроете, и так оно всегда и будет. Есть также окошечко, чтобы могли посмотреть за ребенком с москитной сеточкой. Ткани здесь, соответственно, такие же, как и в люльке. Мешковина. Вот. И козырек, в принципе, достаточно большой. Вот 170 градусов, о которых я вам говорил. И... Да. И давайте посмотрим 110 градусов. Вот. 110. Это большой плюс, потому что многие, да большинство родителей не любят, когда спинка завалена. Дети тоже, в принципе, не в восторге от этого. Просто врачи так рекомендуют больше делать. Вот. Капитанская. Нормальная посадка. Подножка. Нижняя часть подножки. Вот здесь эко-кожа, а тут типа прорезиненного какого-то материала. Очень практично. Легко моется, легко чистится. Бампер здесь, как калиточка, откидывается. Я пока не нашел еще минуса. Я к этому. Так. Что касается безопасности. Пятиточечная система ремней. Мягкие накладки и на паховой зоне, и на плечевой. И вот, кстати, перегородочка. Есть вот здесь. Вообще круто. Так, давайте посмотрим теперь на раму, что из себя рама представляет. У рамы у нас ручка регулируется по высоте телескопическим образом. И, соответственно, под любой рост можно подогнать. Вот у меня 187 сантиметров рост. И чем выше человек, тем лучше, чтобы была телескопическая система. Потому что я отодвигаюсь дальше от коляски. И при быстрой ходьбе я ее просто не пинаю. Поэтому отлично. Что касается рамы, друзья. Рама здесь металлическая. Толстый металл. Реально толстый металл. Качественно все сделано. Нету каких-то зазоров, скрипов, люфтов. Ну, в общем, собрана она реально хорошо. Колеса у нас здесь не надувные. Просто резиновые колеса. Передний, естественно, с возможностью блокировки. Если нужно какую-то неровность проехать. Само собой все это есть. Тормоз, друзья. Самый правильный тормоз. Сверху тормозим. Сверху же отпускаем с тормоза. И вишенка на торте. Здоровый, классный багажник. С нормальным человеческим доступом. Глубокий, стенки высокие. Снизу в пластинке на основании багажника. В общем, я не знаю, к чему придраться. Давайте посмотрим на амортизацию. Так, есть сзади, есть спереди. Но спереди она немножечко помягче, чем сзади. Так, давайте теперь попробуем ее сложить. Посмотрим, как это будет в сложенном виде. Выглядеть. Вот. В сложенном виде колясочка. Я считаю, компактно. Очень даже. И огромный плюс. Она складывается вместе с прогулочным блоком. Это очень-очень удобно, когда происходит именно так. Естественно, как я уже говорил, она складывается вместе с блоком. И по ходу движения, и против хода одинаково. Вот, собственно, друзья. Добавить мне уже нечего. Я, в принципе, все, что хотел о ней рассказать, я сказал. И еще раз повторю. Очень крутая коляска со свои деньги. Она не идеальная. Она сделана не из самых лучших материалов. Но вот этот вот функционал и качество, оно реально как минимум X2 должно стоить. В два раза дороже. Поэтому рекомендую поспешить, если в обзоре она вам понравилась. Их, на самом деле, не так много сейчас в остатках. И вы можете, в принципе, ее успеть себе купить. Если хотите, дешево, качественно. И вот такое идеальное соотношение по цене и качеству. Здесь оно какое-то сверхидеальное. Вот. Поэтому, друзья, я лишь хочу пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор. Вы подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте лайк этому видео. И удачи вам на дорогах. Пока. Продолжение следует.